Валя 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 всю ночь чайник обстреливала. И что? Я, говорит, еле утра сдалась, вскочила в троллейбус, вижу, предмет стоит. Я сразу в сторону на нос на предмет. В сторону на нос на предмет. Ну и что? Говорит, а предмет выскочил раньше, чем дверь открылась в троллейбусе. А Маргарита возьми это и спроси, слушай, а ты глазки стыдливо опускала вниз? Она, нет, опусти, она говорит, ты же в одной ночнушке выскочила. Я не говорю, что ли, Леон, чего бывает, это вообще с ней, это вообще что-то. Она говорит, вот у красивых все самой как-то собой получается. Заметили по телевизору, вот шампунь демонстрирует, этот головокружительный объем волос. Она говорит, я тоже захотела, чтобы у меня такой же головокружительный объем был. Я вымыла шампунем и как в рекламе так вот, я в косяк долбанулась. Вот и все головокружение. А женщины-то наши, ей все рассказывают. Валя, одна у нас говорит, это Маргарита, она говорит, Валя, ты не представляешь, замужество это мираж. Понимаешь? Вначале замки, потом пальмы, потом верблюды, потом исчезают замки, исчезают пальмы, остаются одни верблюды. У нее уже третий, тот плевать на нее хотел. А у Лиски, муж артист, она ему все время говорит, слушай, ты плохо исполняешь роль супруга. В первом акте еще туда-сюда, а во втором у тебя занавес падает. А он ей отвечает, а я не могу все время играть премьеру в старых декорациях. Ну, вообще, конечно, конечно, ситуация потрясающая. И все мы ее поучерпаем. А Маргарита, она была такая красивая, наша Маргарита Васильевна, она такая, она не могла отбиться. Наконец, она сейчас отбилась и живет отбитая. Она такая пепельница, три кота, все время курит и каждую ночь пересматривает фотографии тех, от кого она отбивалась. Она каждая ночь... «Боже мой, кто это?» «Вася Василяк». «А это?» «Хм, Костя, Косточка, чтоб ты ей подавился». «Ой, смотрю, Франц!» «Хм, летчик!» «Никогда не долетал до аэродрома». «Всегда ночевал на запасных». «А это кто?» «Что-то даже вспомнить не может». «Чего-то не могу». «Рожа круглая, кудри вокруг головы». «Кто такой, даже не вспоминал?» «Что тут написано?» «Погоди». «Михайло Ломоносов». «Мишка, где ты?» «Я сейчас...» «Вспоминаю ли своего пупсика?» «А недавно Валька пришла, глаза сияют такие огромные, валят спрашиваю, ничего». «Она говорит, представляешь, а мне Славка предложение сделал, а Славка у нас водитель возит нашего шефа». «Ты что?» «Поймал меня в коридоре, посадил меня на шкаф и сделал предложение». «Он сказал, я тебя люблю, ты самая красивая. Выходи за меня замуж». «А ты что?» «Я говорю, я ему сказала, «Хорошо, я выйду за тебя замуж». «Ну и что?» «Он говорит, побежал, я говорю, «Ты чего хромаешь?» «Он говорит, забыл меня со шкафа снять». «А я правда смотрю, у него глаза огромные, красивые, красивые». «Понимаете?» «Вы же говорят так, если любишь, красивые». «Правда?» «Вот если любишь». «Вот вы когда последний раз говорили, я тебя люблю?» «Каждый день?» «Вот прямо каждый день?» «Наверное, от этого так хорошо выглядите». «Каждый день». «А могли бы вы сейчас сказать, я тебя люблю, я могу туда спуститься?» «Конечно». «Да, я уже не вижу, что я могу это сделать». «Леон, ты хочешь поддержать это тело?» «Да». «Ну, ты понимаешь, я к этому молодому человеку, я могу вас спать?» «Да, я тебя люблю». «Я тебя очень сильно люблю». «Да не меня!» «А вы тут с женой?» «Нет». «А поэтому и меня любят, в данный момент меня». «Как вас зовут?» «Георгий». «Жора». «Садите, Жора, бог мой, такого мужчину полюбить, понимаете, сколько надо сил и энергии?» «Такой бы...» «А вы когда говорили, я тебя люблю?» «Я тебя люблю». «А нет, это вы сейчас сказали, отвяжись от меня, пожалуйста». «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». «Красиво». «А вы бы видели глаза его жены?» «Она не ожидала, что ей такое могу сказать сегодня здесь на концерте. «Я тебя люблю». «Я люблю тебя». «Какие мужчины?» «Вот так я хочу, чтобы круглый год, весь следующий, петушиный, чтобы петушиный год, мужики были петухами. «Я тебя люблю». «Я вас люблю». «Я вас люблю». «Я люблю вас». «Я вас». «Я вас». «Очень люблю». «Кого?» «Себе». «И себя любить надо тоже». «И себя любить надо тоже». «И себя любить надо тоже». Продолжение следует...